Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 418. События дня. Евангелие от Матфея 19.8. А сначала не было так. За 2 февраля 2017 года. Владимир, как Господь даст? Надеюсь, что с лагерем все в порядке будет. Видео этих притеснителей только на днях увидел. Аж до слез. Видите, как трогают. В лагере, как там жучила милиция. Но если детей размещать в домах, тогда они уже не смогут придраться. Ведь в гости к знакомым никто не может запретить и детей отправлять. Ну, смогут они запретить. Все это могут. Здесь в оглавлении найдете все и про деревню, и ее новое возрождение. В книге для Слова Божия нет уз. И он показал где-то книг, а там оглавление. И там все, устав деревенский, все абсолютно. Ну, как это так? Ну, вот я, допустим, контроль вот это нажму, контроль нижнюю. А вот сюда сейчас откну в нее. Вот она сейчас откроет ее. Вот, а для Слова Божия нет уз. Ну, а вот содержание. Ну, вот оно все. И ищи. Про Потеряевку, Лагерь, Стан, Потеряевка, как было. А как это? Все, возвращаемся назад. Дальше. Галина Влеська, Новокузнецк. О форме, планете, земле, земля роману можно связаться с пенсионерами-космонавтами, либо с их родственниками, с Леоновым Сибиряком. То есть, это тоже здорово. Конкретно самому поговорить. Ну, не знаю, поможет ли это. А он подготовленный, а он масон, а он такой. То есть, неприятие. Ну, все до одного космонавта, и масоны ни одного я не слышал, что были. Масоны, это не просто дышат воздухом. Там проверяют и все. А их ничего не было. Обыкновенное здоровье, хорошее здоровье. Он как робот, слетал туда. Там никакой мудрости-то не надо. Космонавты, это не особо развитые люди. Они физически развитые. Развитые, хорошо, много знают. Это журналисты едут, там интервью берут. Так. Не мог Сибиряк-космонавт подвести свою малую родину в связи с масонами-пересмешниками. Видишь, какое у ней мнение. А мудрец Платон жил в безмасоновском обществе? Или тоже его побоку? Видишь как? Это еще когда было, до рожденства Христова, никаких масонов никто не знал. Его тоже побоку. И как оно повлияет на Романа? Допустим, мы встретимся с Романом, скажем, он примет это или нет? И скажет, вот теперь я узнаю. Сейчас бы начал расследовать, где Леонов, живой наш земляк. Найти его, спросить, даже съездить. Вот приехал к баптистам один, Дик. Василий Дик, такой серьезный. И он умирал. И лежал в гробу. Его привезли в Дом культуры. А он был в это время, кажется, какой-то начальник. И дальше как с ним было? Я это прослушал. Сказал одному брату. И он собрался и поехал туда к нему. И интервью все это записал. А он протестант. Как он лежал с женой. И в это время, вижу, стена раскрылась и идет человек. И у него, говорит, шприц вот такой показывает. И он ударил меня, большой палец на юн, прям через меня прошел. И вдруг я вижу. Она, Вася, Вася, что с тобой? Я вижу, она говорит, а я ничего не могу сделать. И дальше что ему было показано? Он приезжал и рассказывал. Было ли это, не было. Но он рассказывал. Немец. И мы не постеснялись, ничего, поехали. Я читаю брошюру. Тогда выпустили серию брошюр. В брошюрах современные религии. Так, мне надо было записать, какое тут есть. 68, 30, допустим. Религия. Отдельно православие, титов, католицизм, профессор Мщедлов. Ну и так дальше. И баптизм. Отдельная брошюрка, небольшого такого размера. Ну, страниц, наверное, 250. Может быть, 180 где-то. Митрохин. Лев Николаевич. Из всех книжек, там, 50-ти, старобрящество, сознание. То есть разные люди. Ну, чтобы людям легко было это разобраться, и маленькими вышли книжечками такими. Самая хорошая была именно Митрохин. Баптизм. Как он много написал, правильно. Ну и что? Ничего. Я с собой беру магнитофон в мешке и поехал. Да, в это время у меня уже был романтик. Я ездил с большим вот таким магнитофоном и провода, и по храмам натягивал и записывал проповеди знакомых, незнакомых священников. Брал разрешение. А тут я приехал, созвонился, нашел. Он с одним профессором пришел. Я допустил ошибку одну. Я поставил, сумку раскрыл, а там прикрыто, не видно магнитофон. И стал беседовать с ним. Я говорю, а как вы это все знаете? Ну я костромской мужик такой, нормальный, не пузатый, ничего, круглый такой. И стал говорить. Я говорю, а вы не против, чтобы я записал это на магнитофон? Он сразу сник, и как-то беседа сразу пошла, она заглохла. Понимаете как? То есть поехать в Москву, найти человека, дальше расспросить, вот от которого Романа пишут, будет ли он делать? Не будет. Зачем? Он намертво стоит. Зачем он поедет? Тогда узнавать космонавта. Да на пик он нужен. Он его заранее уже в отвал. Хочу здорово. Другое дело бы Герман Стерликов сказал. Но если Герман Стерликов скажет, и его по боку. Авторитетов нет. Так это не один. Я узнал, что есть такой лучший драматург у нас. И поехал к нему. Литературный институт. Я говорю, вы не против, чтобы я интервью записал? Он говорит, какой разговор? У меня микрофон вот так из рук взял и стал беседовать. Розов. Я говорю, только что вернулся, полгода преподавал в Китае, полгода в Японии. До этого, говорит, в Америке преподавал. Старейший драматург. Я ему задаю вопросы про масонов. Литературный институт в Москве. И он все ответил. То есть в памяти это осталось. А писал о животных везде. Песков, Василий Михайлович. И я ему написал однажды, знаете, а я масонскую тему разрабатывал. Он как-то меня поднялся. Если еще раз напишите, я письма ваши передам, куда следует. А такой тихонький мужик только со зверюшками возился. Но оказалось, я вот задел. Почему? Иначе ему нигде не работать. И кто я такой? И я понял, что ему это не надо. Ну, он умер уже. Он в Африке везде ездит. Всех журавлей пишет красиво и интересно. Он только писал в животный мир. Ему разницы не было, какая революция. А я поехал, то есть я услышал, собираюсь в отпуск и поехал встретиться. Встретиться, записать и с первых уст узнать. Я говорю, а баптист так пишете? Вы как баптист? Ну, я журналов много читал. Я успел это спросить. А еще как? Ну, я приглядывался. Я говорю, ну, это вы написали. Самую сердцевину взяли. Даже баптисты этого сказать не могут. Не знаю. Я мне просто так и есть. И я понял, интересный человек. Но поговорить я сбил вот этим магнитофоном. Не надо было спрашивать, оно у меня записывалось. Вот как надо. Вот надо встретиться с Романом и передать ему, чтобы он сделал то, что просит эта сестра. Найди. Найди. Зима сегодня идет. Здесь справки разные набеди. Встретиться с ним и скажи, ты был в космосе? Был. А как ты докажешь? Скажи. А ты, может, масон, может быть, и все. Земля все-таки плоская, плоский диск или шар. Он тебе тогда скажет. А поверишь ему? Ты должен заранее уже сказать себе. Если он действительно говорит, и так, и у него доказательства, тогда я поверю. А не так, я поверю, все, узнаю, но не поверю. Так зачем тогда ехать? Зачем? А это, может быть, разблокировало бы. Уже советы дают. Дельный совет или нет? Вот с Романом встреться и спроси его. Скажи, Роман, как? Ну, как? Ну, можно это выполнить? Я бы сам поехал бы с удовольствием, записал бы это, сбеседовавшись с карманавтом бы. Так тогда вдвоем знани Романа, где он сегодня будет? Он работает здесь. Он работник отличный. Дальше. Ах, Роман, смирись ради Христа. Классический пример одержимости чужой идеи бредом. Одержимость чужой идеи бредом. Многие примеры в этом ролике. Лекарство одно, любовь. Да. Алена С. Доброго дня, вот я получила посылку, распакуем, 3 марта и отправим видео. Хочется уже открыть и посмотреть. Спасибо большое за ваши труды и брату Владимиру за отправку. Владимир, поклон тебе. Игнатий Лапкин. Слава Иисусу Христу! Господь сохранил это сокровище в пути. Помещаю из себя, что вы получили. То есть у меня везде на всех, когда отправили, что отправили, когда получили. Я все это записываю. Алена Иисус, слава Богу, дошла посылка быстро и благополучно. Буду теперь молиться, чтобы долежало до дня рождения мужа, чтобы не нашел, если это угодно Богу. А то у нас ремонт, небольшой перед рождением сына, и все вещи лежат в одном углу. А я ей говорю. Фото я не выставляю до 3 марта 17 года. Как она просит. Ей хватает такой сделать подарок, чтобы неожиданный был для мужа. А часть нашей переписки вошла в события дня. Я ей говорю. Нашу переписку-то я и выставляю. Может ли это увидеть глава вашего семейства? Эти ролики выйдут после воскресенья. Она отвечает на это. Может увидеть, так как мы каждый день смотрим все ваши ролики. Вот она что. У меня получается смотреть абсолютно все видео. Так как я сижу дома уже в декретный отпуск отправили. А он частично, потому что работает с утра до вечера. Пусть тогда, как Бог распорядится, так и будет. Она не теряет общения. Я говорю, я выставляю. Ты сказала про фото, а про это ты не говорила. Я на письма-то я публикую. Ничего страшного. Если увидит, то подарим раньше. Это значение особо не имеет. Мелочь. Молодец какая. А вот что за подарок он увидит, это ценно для нас. Поэтому он будет очень рад и доволен в любой день. Сомнений нет. Пусть так Господу будет угодно. Спасибо, что заботитесь. Она увидела, что я озабочен, чтобы ей не повредить в это время. Ну, видишь как. Еще мы не встречались ни разу. А уже расположение есть. Я вижу, как она относится к этому. Я ей открыл, что я выставляю. Все здесь. Вчера мне пишет митрополит Пеофан. Сегодня слушал номер 409. Понравилось, что скажет Бог, то из реку и я. Сделал вырезку фрагмента. Вот ссылка, что скажет Бог, то из реку и я. Благодарен Богу за нашу встречу. Митрополит пишет. Благодарен Богу. Бог открывает. Что? Случайности не бывает. То есть мы встретились не случайно. Мы с Романом встретились не случайно. Прочитал вашу книгу к истинному православию. И какой ответ? Великолепно. Открыто. Искренне. От души. Заметь. Открыл четыре качества. Почему? Потому что он просчитал и принял. И с глубоким сожалением о состоянии христианской православной веры. О чем я с вами единодушен. Не буду вас отвлекать. Пойду по вашим ссылкам. Храните. Я ему послал ссылок наше песнопение где там штук сорок наверное. И он теперь пошел смотреть. Храните Бог. И плюс. Плюс это у них принято так. Это архиерейские. Теперь мы разговаривали о столпах. Так с Романом. И вчера я привел выдержки из священного писания. Одинаково столб и столб. Оказалось что одинаково. Википедия говорит. А это устаревшее выражение. Давай прочитаем здесь о столпах. Ио 26.11. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Не надо понимать буквально что небеса подперты чем-то как сарай. Посолом 74.4. Колеблется земля и все живущие на ней. Я утвержу столпы ее. Вот и означает что крепость ее. А как утвержу? Праведность людей. Колеблется. Дальше. Иеремия 6.27. Башню поставил я тебя среди народа моего. Столпом чтобы ты знал и следил путь их. То есть смотреть что они делают. А тебя столпом. Да что. Столп превратилась только одна женщина. Жена Лота. Имени правда мы ее не знаем. Но она. А остальные это образное выражение. То есть крепость. На тебя будут люди обращаться. Спрашивать. Дальше. Галатам 2.9. И узнав о благодати данной мне и Аков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне в орнамер руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезаным. Мы беседовали. И он говорит что столпы это столпы. Там земля на чем-то стоит. Я говорю давай значение посмотрим. Не спорить ничего. Оказывается столпами называется крепость. Почитаемая столпами. Дальше. 1 Тимофея 3.15. Чтобы если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть в Церковь Бога Живого. Столп и утверждение истины. И сама церковь столпом называется. Да-да, церкви никакой и нет. Просто столп стоит какой-то и все. Еще. Откровение 3.12. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. О как. И он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего. Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. И имя мое новое. То есть все это будет. Псалом 74.4. Ну, это было уже. Да, дальше. Притча 9.1. Премудрость построила себе дом. Вытесала себе семь столбов его. Вот я спрашиваю. Я говорю, ну если премудрость выстроила, вытесала. Как она вытесала? А где они эти семь столбов? Церковь понимает это толкование. Это семь тайн, которые в церкви. Семь. Крещение, причащение. Все столбы. Да к нам сместил столб. Ну, столбов. Главное не столб, а уже столбы. Еремия 1.18. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Да все совратились. И ты будешь писать и говорить. Ты столб или не столб? И к себе это примени. Тебя сделан железным столбом. И вот посмотри. Александр Чепига. Игнатий Тихоныч, если можно через вас задать вопрос Роману. Ну, можно передать. Ты Романа увидишь сегодня? Скажи ему. Запомни, давай. Согласно его теории, он может объяснить лунное затмение, не солнечное. Мы вчера как раз про это говорили. Вот лунное затмение. Я показываю. Вот это вот Солнце. Я не знаю, насколько это видно. Вот это вот Солнце, я говорю. Лунное затмение. Вот лучи идут. А вот Земля попадает. И на Луне ее тень идет. И везде она идет скобкой. С какой бы стороны, когда бы не было затмения, обязательно скобка обращает. То есть Земля шар. Шар, и она все время отображает скобку на Луне. В данном случае тут будет вот так вот. Скобка это если сбоку где-то. Нет, сбоку. Во всяком случае, Земля отобразится в виде скобки. Где она видна там? С этой стороны. Может так. Дальше. Не солнечное. Лунное затмение. Пусть он объяснит, нарисует, покажет. Почему отображается скобка эта на Луне? Земля отображается-то. Или как он объяснит вообще это затмение? Не просто каждый месяц убывает-пребывает на затмение. Юрий Соболев. Вот Игнатий Тихонович сегодня обнаружил у преподобного Яна Лестничника. 5.17. Мы в странице или топ. Приблизились или к нам хранители наши ангелы? Вопрос. Или они еще далечие от нас? Вопрос. Это Ян Лестничник говорит. Да, коли они к нам не приблизятся, да то ли и весь труд наш бесполезен и безыспешен. Ибо молитва наша не имеет ни силы, ни дни дерзновения, ни крил чистоты и не может вознестись ко Господу. Если ангелы наши не приблизятся к нам и взявши ее, не принесут ко Господу. Поэтому молим ангелов. Ангел, если знает, что тут сидит демон, он будет бороться с ним. Это хорошо написано в поэме «Демон» у Лермонтова Михаила Юрьевича. Ну, это вот то, что здесь было. Ну, и немного показать наши ресурсы. Это вот мой мир. Тут я еще не проверил. Люди, которые плюсы, минусы ставят, минусы ставят, не знаю. Второе, большое наше. Это наш форум. 1602 темы. Вот сколько смотрю, ни одного нету. Сергей Козлов, низкий тебе поклон, дорогой брат. Отбил, как отбил, никто не знает, эти роботы. Они меня задушили было здесь. Каждый день лезут кучей. Но надо посмотреть, не вышло ли кто-то новый. Нету ничего. Ну и дальше. Дальше наш православный видеоканал. Вот, сегодня я выставил 5 роликов. 5. Вот вчера мы с Романом беседовали. Где это? Надо посмотреть. Вот оно. Вот оно, да. 4 просмотра. Ну, сейчас я прообновлю. Так. Сколько? 14. Уже 14. 4. Это большая была беседа с Романом. А сейчас 55. Ну, как Ян Златоуст. Каждый день выставляем. Занятие по исследованию Святой Библии. Воскресенье. Сейчас 30-1,5 часа. Ну и 1 Коринфян. Всегда у нас полчаса. Так, по порядку идем. Блаженов и Филакта. И события дня. Тоже сейчас. Вот считай, как много мы выставили. Много. Не менее 4 часов. Ну и... Так, это... Что вот это я? А, это отдельно. Мой мир вот он где. Показывает. Ну и еще у нас большой ресурс. Это воскресенье Библии наш православный библейский сайт. Я из него беру добавки. Тут 55 папок наши вопросы-ответы из книг. Давай-ка мы сейчас продолжим дальше. Много ли там еще? Ой, сейчас смотри сколько. Синие. Так, теперь Ctrl-A осветить. Ctrl-S скопировать. Дальше. Это можно закрыть. Открываем ворд. Вот что-то мне и сразу. Ctrl-A заактивировать. И вывести на 20-й шрифт. Давай. Вопрос 3477. 22 том открытым оком. Раньше много печаталось про связь церкви с мирскими структурами. А сейчас все тихо. Почему? Какие вопросы серьезные были? На свете. Пишут и сейчас. Просто не все попадает на глаза. Недавно была статья. Даю часть ее. Кавычки открыты. Маркер экспресс. 18-я, 19-я страница. Номер 22-й. 551-й. 30-й. 20-й мая 2007-й год. Бренд православная. Смышки церкви, кесаря и бизнеса посвящается. Какие заголовки? Власть и церковь. Церковь была спаяна с российским самодержавием, начиная с Михаила Романова, чей отец, патриарх Филарет, фактически управлял Россией. Вспомните Никона, поддержавшего Степана Разина, в отместку за высылку из Москвы. Во все времена и во всех государствах церковь либо играла роль спецслужб, либо жила с ними душа в душу. Жила. Ну какая жила? Жила. Жила, да. Недаром Иван Грозный пытался облечь опричников монашеские одеяния. А Петр Первый, учредив священный сенот, то есть официально закрепив брак церкви и государства, отменил тайну исповеди, обязав священников доносить. Доносить не все, а где политических он боялся за свою власть. Вот ответ. Дальше. За шанс начать все сначала церковь заплатила в 17-м году страшную цену. Но шанс это использовать не спешила. Но не хотела она отделяться от государства. Патриарх Тихон и митрополит Сергий сделали все, чтобы вписаться обратно в структуру государственной власти. Связь РПЦ и КГБ – секрет по лишь шинелям о кличках архиереев. В начале 90-х комиссия Якунина-Пономарева под лозунгом дисталинизации активно пыталась разобраться в связях КГБ и РПЦ. Факт создания подробной комиссии вызвал серьезный переполох в РПЦ. Потребовалось вмешательство высших церковных чинов. Бивших челом в кабинетах высших политических, чтобы комиссия прекратила свою работу, а расследование перешло в ведение самой церкви. В ведение. В ведение. Вот как? То есть клички у всех? КГБшники? Ну этот отдел в кавычках духовной собственной безопасности так и не обнародовал ни одного отчета. За многие поколения люди, даже те, кто призван по саму служить не кесарю, а богу, срослись с советским режимом. Как они отца Глеба ненавидели, отлучили, а нафигу предали. И эта традиция сохраняется по отношению уже к новой власти. Но из-за церковной ограды не раздается ни слова обличения всего этого зла. То есть каждодневно совершавшегося в России втаптывание в грязь человеческой личности, которые и есть образ и подобие Божие. Преступления советской власти, многие из представителей, которые продолжают занимать ответственные посты в политике, экономике, силовых структурах и даже в церковной среде, не названы и не осуждены хотя бы морально. Акт покаяния за прямое или косвенное соучастие высших иерархов в церкви в преступлениях советского режима и доносительства так и не имел места. Сотрудничество с режимом оправдывалось тем, что иначе никак нельзя было сохранить церковь, как структуру в условиях гонений. И практика церковно-политических компромиссов всегда была на Руси, лишь обострилась при коммунистах и сохранилась поныне. Вот отдельные, отделенные баптисты, те пошли. Нет. И заплатили, пачками сажали, пачками. Около 30 человек умерли, не вернулись. 150 посадили сразу. Вот так и получилось, что церковную структуру при царе КПСС сохранили. А совестью как? Церковь в России является не совестью общества, то есть обличителем пороков общества и власти, к чему на самом деле призвана, а лишь послушным проводником воли светских правителей. Следовательно, она служит больше кесарю, чем Богом. По самым скромным подсчетам, 2000 гектаров столичной земли, переводимой на баланс Московской Патриархии, может стоить 30 миллиардов долларов. Квот, ограничивающих размер импорта, установлено не было. Ввозить можно любое количество табака, при этом НДС и таможенные пошлины не уплачивались. В результате за два года было ввезено 10 тысяч тонн товаров. Выручка от экспорта нефти за эти годы оценивается в меньшей мере в 700 миллионов долларов. Были еще истории с алмазами и авиаперевозками. Это все Патриархой занимался сегодняшний. Иезекииль 23.20 И пристратилась к любовникам своим, у которых плоть, плоть ослиная, и похоть, как у жеребцов. Пристратилась к ним церковь. И они блудят, блудят с ней. И они не понимают, это Кирилл, а его везде писали Курилл, когда он был митрополит еще. Иеремия 2.11 Переменил ли какой народ богов своих, как они, хотя они и не боги, а мой народ перепроменял славу свою на то, что не помогает. Иезекииль 16.41 Сожгут, да мы твои огнем, и совершат над тобой суд перед глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. Вот это места, которые я открываю, это из Библии святой. И дальше Отчего молчанием подавились, почему отшельники в почете, в вере прозябание и остылость, и в неверсты меряют, а четки. В четки перебираются, сидят, неверсты меряют, чтобы идти дальше. Желтое, пожухлое бесплодие, радует ли взор им земледельца. Ереси выискивать их мода, на посты, на подвиги надеясь. Благ Господь к созданию своему, дал великое и дивное писание. Скольких бы избегли в церкви смут, не ходили бы с разбитыми носами. Труд велик, рождение ребенка. Муки матери, а дальше столько лет, будет рваться там, где очень тонко. Жизнь, что искака, единая в золе. Так Господь навек установил. Не было иного в мире рождения. Не родить себя, кто скопил. Нет плода в предзимный день осенний. Благовестники прищедро сеют семя, их уста, как горсть у земли пашца. Словосочетание звуки сеет, а иначе никакого шанса. Потому не золото молчание, а по сути смертный вызов жизни. И какого воскресенье чает, где плоды, каков духовный бизнес. С прибылью, с духовными детьми, может ли передстать молчальник веры. Хлеб пускать по водам для восьми, умолчание смертная афера. Так и написано, пускай смеет, то есть не только на семь, на полноту, но и больше, сверх меры. Залежи заброшенной земли, не востребованы, делателей мало. Толкованием во рту зерно мели, чтобы царствие небесное настало. Вот так. О чем здесь? Почему в прессе не пишут о церкви сейчас? Давай. Церковь сотрудничество с властями. Вчера я нашел разных рыб, ловят букашки, таракашки. Настолько интересно. Сегодня опять продолжу. Одну такую папку нашел. Так, теперь на 20-ю вот. Ну, еще тут. Ctrl-S. Все то же самое делаем. Находим Word. Вставляем. Ctrl-V. Активируем. И на 20-й шрифт переводим, чтобы можно было где-то, не пойму, не пойму, где везти-то. Дальше. Вот уже перешли на 23-й том. Вопрос 3518. 23-й том открытым оком. Понятно, что претензии папства на мировое господство весьма сильны. Опирается ли они на фразу Христа о ключах, данных Петру? Точка. А почему бы им не взять себе покровителей апостола Павла, о котором так хорошо известно, что он писал гримлянам и был в Риме? Или тогда что-то исчезло бы из претензий католикам на главенство папы? Общие вопросы. Снухошибательные. Меня однажды осадил. Подходит ко мне в лагере, когда был казах. Небольшого роста. Ну, и начинает спрашивать, а теперь я ему о вере и говорю. И вдруг он додает вопрос, который новоначальному его не надо даже знать-то. Я так его постарался загладить, и вдруг он мне задает вопрос о филиоху. Я так, ох, вот это да, казах. Ну, тут я уже ему начал все тогда открыто открывать. То есть по внешности можно ошибиться. Обыкновенный казах тоже сидит в тюрьме. Ответ. Не думаю, что вот уж с таким глобальным проглядом на тысячелетия вперед избирали себе мистический главой именно апостола Петра, что зазирали Павла. Это я отвечаю с кафедры. Это уж потом все так оформилось. И если бы они ссылались на Павла, то нисколько не меньше был бы претензий на главенство их над остальным христианским миром. 1 Коринфянам 15.10 Все это никакого отношения не имеет ко спасению, а даже напротив того, мешает спасению, ибо невидимого Бога заменяет на видимого Папу. Тем более из Нового Завета вовсе не видно, чтобы Павел в чем-то уступал Петру, а даже напротив того, сам Петр подставился со своими иудейскими законниками перед Павлом. Галатам 2.11.13 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Петр ссылается на труды Павла, чего отнюдь нет в посланиях Павла о посланиях Петра. 2 Петра 3.15 И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Да. И если Павел боролся с сатаной и побеждал всегда этого супротивника, то Петр не раз терпел от дьявола поражение, и сам Иисус назвал однажды Петра сатаной. Ну представь себе, сатаной, сатаной, а в ответ, да ты сам сатана, ну только что не хватало сказать. А за что сказал сатаной? Да думает о том, что человеческое. Ничего не изменил, ни в догматах, нигде. 2 Коринфянам 12.7 Так, ну и прочитай. А, Матфей 16.23 Он же обративший сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. А что он сделал, Петр? Ну не будет тебе этого, Господи. Господи, чтоб его не идти на распятие. Пожалел? 2 Коринфянам 12.7 Никто бы и не знал про это. По силе ненависти врага души человеческих какому-либо кому-либо, легко понять, как этот человек грозен для сатаны. Кого караулеры-киллеры, чтобы убить? Павла. Кто наполнил благовестием всю вселенную? Римлянам 15.19 Благовествование Христа распространено мною от Иерусалима до окрестности и лирика. Деяние 19.26 Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей. Ложно толкуемый католиками слова Христа опровергается всей жизнью и посланиями Павла. На Павле можно встроить пример для благовестия, а не для господства над людьми. Матфея 16.18.19 И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камня создам церковь мою, и врата ада не одолеть ее, и дам тебе ключи от Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Петр неоднократно умолял не уклониться в господство над верующими, на чем устроено все папство. 1 Петра 5.3 И не господство над наследием Божиим, но подавая пример стаду. В тихотворении Прямые указания Бог дал нести его учения по миру, потом опровержение выйдет и скандал, препятствие повыше Эльбруса, по миру. 2 Петра 6.4 А что означает «испрашивает росы»? 3 Петра 6.4 Не знаю. Не знаешь? А когда мне идти или не идти на борьбу, я тогда взял шерсть, растерил, господи, сделай, чтобы везде была роса, а шерсть сухая. Так было, а то наоборот, чтобы везде была суха. Помнишь? Это Гедеон или Новин кто это был? Ну да. А я говорю, а теперь просят росы на братоубинственный меч. Не на волну шерсти-то. А сядет пыль на крестные ходы и похоронит гуще, чем Помпею. На проповедь святую оживут гробы, про зуд на войны вспомнить не посмеют. Христос послал апостола во крест в Самарию к языческим народам. Подъемля к небу освященный перст, сам вона запрещают владычники утробно. Летит, ворочается шарик голубой в кромешной тьме, как думается нам. Но свет сокрыт молекулей любой, и нет поистине кромешного пятна. Тьма лишь в сердцах отвершкостья из скверных, где слово Божье с Иисусом не приняли. Кричу о том, пережигая нервы, но против проповеди поп гнусава мямлит. Как? А чем мы? Ой, чем же там? А, ну почему Петр, а не Павел? Да просто напиши. Ну да, давай пиши. Ой, а я что сделал? Вот, вот, вот. Вот это вот? Да, да. Вот это? Да. Ну пиши теперь. Церковь. Папство. Больше ничего не надо, одно слово. Так, дальше идем. Видите, какие вопросы мне задавали. Ну, а вот этот вопрос небольшой, и ответ как будто небольшой. Контурал. Сворачиваем. Ищем. Ворд. Вставляем. Активируем. Увеличиваем размер шрифта. Считаем. Это что-то на 18 у меня пошло, на 20 надо. Все. Вопрос 3519, 23-й том открытым оком. Лично вы как считаете, кто более прав в вопросе о филиокве, православной или католике? Ответ. Никогда не вхожу в споры по этому вопросу. Он для меня неприемлем. Невидимый, зачем трогать? В Библии есть указание на то, что исходит Дух, святой и от Отца, и от Сына. Тем более уже принят догмат о равенстве Отца и Сына Божия, Христа и Егове. И самые крупные богословы и святые отцы мыслили здесь разно. Одни были строго заняки от цареградской символ веры, а другие отцы взяты ныне в защитники католической версии. Лично я считаю, что более приемлемо по-католическим мыслить. Но так как символ веры уже был принят и западной, и восточной церквами, то нужно держаться его неизменно. От нашего исповедания и схождения Духа Святого, и там и здесь, исповедуемого равным Отцу и Сыну, ровным счетом ничего и нигде не изменится. Иоанна 14, 6. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Вот, видишь, как, даст. Умолю Отца. То есть, о христе не говорится, что исходит. Хорошо, это от Отца, как у нас. Дальше. Лука 24, 49. И я пошлю обетование Отца моего на вас. Я пошлю Отца, не буду даже просить. Значит, от Отца и от Сына исходит. Иоанна 15, 26. Когда же приедет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит. А тут вместе от Отца и от Сына. Он будет свидетельствовать о мне. Ну и как это можно? Этот стих-то куда луки деть-то? Ни куда. И половина святых отцов понимали, как католики. Дальше. Пророческий настрой понятен тем, кого события надежно подсекают. Что будет, режиссура злободневных тем? Экспансия Корана или война с Китаем? Так сказать, не рифмуется. Экспансия Корана, все-таки маленько что-то есть. Меня интересует мой исход. Чем доскребусь до личного исхода? Настрой духовный враг не растрясет. Не растрясет? И с молотка не будет он распродан? То есть это моя жизнь, меня больше всего интересует. Под обывателем нетрудно рассмотреть. Про хату с краю, про сверчка незнайку. В конце таким не ожидать наград. В любви к кому предсмертное признание? События цепочка предсказаний. Свершившихся и в очередь стоящих. На левой стороне безбожники с козлами. Рога и вонь искусственно не спрячешь. Бунт, недовольство, дерзость до ноздрей. Искание своего и выгоды всегдашней. Чуть что не по его, ударить спешить скорее. Удрать спешить. А удрать спешить скорее. Бросая дом и с плевелами пашню. Пророки, первый библейский арсенал. Откалиброванные факты заложили. Десятисловие выдал разгневанный Синай. Нельзя не сметь пустыни старожилы. Что общего, казалось бы, с евреем, Тоскующим о мясе, луке, чесноке? Но присмотрись. Не в этом ли борзеем на дармовое вовремя успеть? Восстань, душа, приободрись, мужайся, Вникай в события, грядущие по бывшим, И не выдавливай к себе в соседе жалость. Там самомнение по осени так пышно. Себя отвернись, Божьим облекись, Пророчеству по мере сил достойно, У веры во Христа, грядущий близ, Иначе на сухом песках навек утонешь. 14.08.08. Вот так. Ну и теперь о чем? О филиокове там. Да. Так и пишет церковь. Филиокове. Будет правильно написал. Еще 15 минут. Видишь как? У нас хорошо добирается все. Ну вот какой вопрос. Копирую, закрываю, разворачиваю бордовскую страницу, вставляю, активирую, увеличиваю до 20-го и поехали вперед. Вопрос 3536, 23-й том открытым оком. Скоро уже полгода, как произошло объединение РПЦЗ с МП. Можно ли увидеть, сбываются ли прогнозы о не вошедших в объединение, что они будут не вместе? То есть те, которые не примут вот это, и они будут тоже разница. Отвечаю. Ответ. Так было всегда, и это еще не окончательное дробление. У староверов без поповцев количество светвей далеко за полсотню. И это же у сектантов, где насчитывается до 20 тысяч руководящих центров. Эти не вошедшие пытаются как-то объединиться. Но я совершенно в это объединение не верю. Там на 8 ветвей уже 3 митрополита. А при объединении они должны будут избрать патриарха, чтобы не понизить свой статус. Если первый иерарх у них митрополит, то остальные могут быть только архиепископами и епископами. Амбициозность и гордыня заблокируют их намертво. Лексика всех до единого говорит, что они не евангельского духа, не евангельского настроя. А благовестий в народе Слова Божия нет ни слова, ни у кого. Им бы руководство создать, им бы снова повторить то, что развалено. Но это абсолютно невозможно. Представь себе, сколько. Вот тогда было 8, теперь 13. Я стараюсь всех найти и подробно узнать, как они себя ведут. Что делают. Так, внимательно слушайте. Камышки открыты. Валентину митрополиту Суздальскому и Владимирскому, председателю архиерейского синода РПАЦ Феодору, архиепископу Борисовскому и Санинскому, секретарю архиерейского синода РПАЦ Владимиру, епископу Сан-Францискому и западноамериканскому, предстоятелю РПЦЗ Агафангелу, епископу Таврическому и Одесскому, председателю ЦВЦУ РПЦЗ Тихону, архиепископу Омскому и Сибирскому, председателю архиерейского синода РИП истинной православной церкви Антонио, митрополиту Московскому и Всероссийскому, председателю архиерейского синода РПЦЗ Агафангелу, епископу Орловскому и Центрально-российскому Григорию, архиепископу Денверскому и Колорадскому. Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, положение Российской православной церкви сегодня крайне сложное. Ежедневно над нами появляется угроза полного исчезновения. В силу того, что Русская православная церковь вкупе с РПЦЗ поддерживается властью, другие православные юрисдикции лишены своих законных прав и даже возможности открыто действовать. Сегодня существует по меньшей мере 8 самостоятельных юрисдикций, взявших свое начало в РПЦЗ. РПЦЗ в юрисдикции епископа Владимира Целищева. РПЦЗ в юрисдикции митрополита Антония Орлова. Я у него жил на квартире. РПЦЗ в юрисдикции митрополита Валентина Русанцова. РПЦЗ в юрисдикции епископа Агафангела Пашковского. ВЦУ и ПРЦ, даже не знаю, юрисдикции митрополита Арсения Тихомирова Киселева. РИПЦЗ в юрисдикции архиепископа Тихона Пасечника. Группа епископа Дамаскина Балабанова. РПЦЗ в Америке юрисдикции архиепископа Григория Абу Ассаля. И каждая из этих групп от 50 до 300 приходов и общин. Помимо этих групп существует еще несколько юрисдикций, происшедших от УАПЦ или греков-старостильников. Мы осознаем, что у каждой группы сложились свои традиции и правила, которые менять крайне сложно. А возможно, пока не нужно. Но наша разобщенность приведет только к тому, что постепенно мы будем уничтожены и не сможем нести людям те крупицы истинного православия, которые пытаемся сохранить. Предлагаю вам принять участие в создании Ассамблеи православных и епископов России О Христе, о Библии ни слова нигде нету. Которые войдут руководители или представители каждой из юрисдикций для того, чтобы иметь возможность защищать свои права и иметь возможность противостоять незаконным действиям чиновников и руководству МП. Ассамблея административное образование, которое не обязует и не призывает каноническому и евхаристическому общению, но способствует взаимно выгодному диалогу и тесному сотрудничеству. Создание Ассамблеи должно изначально строиться на принципах уважения позиций каждой из юрисдикций и не должно быть форумом для раздоров и разбирательств между ними, а наоборот, способствовать развитию церковной жизни. Спраска любви во Христе Арсений, митрополит Коломенский и Можайский, председатель ВЦУ ПРЦ. Значит, почта похожа на то, что будут посредством экономии менее разборчивы, чтобы только увеличиться числом. Исайя 31. Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня и заключают союзы не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Вот весь ответ. Это я представляю уже, знаю такое местописание. Дальше. Невеста девушка смышляла жениха. Тут нет еще греха. Да вот что грех. Она была спесива. Какое место? Сыщили жениха, чтобы был хорош, умен, и в лентах, и в чести. И молод был бы он. Красавица была немножко прихотлива. Но чтобы все имел, кто ж может все иметь? Если еще и то заметь, чтобы любить ее, а ревновать не сметь. Вот такого, чтобы жениха найти. Хоть чудно, только так была она счастлива, что женихи, как на отбор, признатные катили к ней на двор, но в выборе ее и вкус, и мысли тонкие. Такие женихи другим невестам клад, а ей они, на взгляд, не женихи, а женишонки. Ну как и выбирать из этих женихов? Ну как и выбирать? Выбирать. Ну как и выбирать? Я хотел, думал, выбрать. Выбирать из этих женихов. Тот не в чинах, другой без орденов, а тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты. То нож широк, то брови густы, тут, это, там не так. Ну не придет, никто нам по мысли ей никак. Посмолкли женихи, гадка два перепали, другие новых свах заслали, да только женихи, средние уж руки. Какие простаки, твердит красавица. Понихли я невеста, но право, их затея неуместа, и не таких я женихов с двора с поклоном проводила. Пойду ли я за кого из этих чудаков, как будто я б я себя замужеством торопила. Мне жизнь девически ничуть не тяжела, день весело, и ночь я провосплю спокойно, так замуж кинуться ничуть не непристойно. Толпа и уплыла, потом отказы слышу, а те уже, и уж стали женихи навертываться реже. Проходит год, никто не идет, и еще минул годок, еще плыл год целый, к ней свах никто не шлет. Вот наша девушка уж стала девой зрелой, зачнет считать своих подруг, а ей считать большой досуг. Та замужем давно, другую сговорили, ее как будто позабыли. Закралась грусть, красавицу, осталась грусть, красавицу, ну, грудь. Посмотришь, зеркало докладывать ей стало, что каждый день, а что-нибудь из прелести ее лихое время крало. Сперва румянца нет, там живость в глазах, умильные ямочки пропали на щеках, веселость, резвости как будто ускользнули, там волоска два-три седые проглянули. Беда со всех сторон. Бывало без нее собрание непрелестно, от пленников ее в круг ней бывало тесно, а ныне, ах, ее зовут уж на бастон. Вот тут спесивица переменяет тон, рассудок ей велит за мужеством торопиться, перестает она гордиться, как косо на мужчин девица не глядит, а в сердце ей за нас всегда свое твердит. Чтобы в одиночестве не кончить веку, красавица, пока совсем не отцвела, за первого к тугни присватывался, пошла, и рада, рада уж была, что вышла за калеку. Кто пишет? Крылов. 800, 1800. Как его звать, величать? Иван, или я забыл уже. У нас здесь парень есть один, дробот, Иван Андреевич. Иван Андреевич. Так, о чем? Зачем я это стихотворение поставил-то? Об объединении. Себя не могут смирить. О чем? Так, ну давай напишем церковь, расколы в РПСЗ. сейчас мы снова идем. Так, Ctrl-A, Ctrl-S, уходим на Вордовскую страницу, перекидываемся, опять Ctrl-A, и чтоб по глазам нам было достаточно. Поехали. Вопрос 3546, 23 том, открытый молкан. Какое течение или какой главный вопрос сегодня православии, который мешает исповедующим Святую Троицу быть единомысленными? Вопросы-то какие? Да. Это главный вопрос. Какой? Ответ. Незнание Писания, неверие в силу Божия, что Бог тебя и среди еретиков может сохранить для царствия своего. Вот, теперь вот смотри, с кем я говорю, кто не согласен. Главная-то причина какая? Марк 12, 24. Иисус сказал им в ответ, этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания ни силы Божьей? Вот отсюда, знание слабенькое. Апостол Павел, подводя итог всей своей многотрудной жизни, сам указал нам, что же будет завершать наш жизненный путь. Мелочные ли вопросы о том, с кем ты молился, или всплеск твоей негасночной любви ко Христу, выразившийся в плодах, и сам себя канонизировал, причислил к лику святых, прославил свой путь. 2 Тимофей, 4,7. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. В чем же заключалась вера Благовестника? Что за подвиги он совершил в течение той жизни, которую уже завершает? О том нам точно повествуют его 14 послания и книга «Деяния апостолов». Более ни строчки, ни полслова о том нет нигде во вселенной, ни о молитве с серетиками, ни о старом или новом стиле, совершенно ни о чем, на чем бьются ныне запшелые в злобе греки и доморощенные самосвяты и пустосвяты в России и за рубежом. Это я отвечаю с кафедры или по радио, сейчас не знаю уже. Бьются закононы, запрещающие молиться с серетиками, и далее пускаются пространные рассуждения о том, кто тогда и что сказал о том, чтобы не молиться с серетиками, чтобы только не оскверниться молитвой с серетиками и раскольниками. И вот создают одну трущобу за другой, и одна за другой чищи, в кавычках, бахвалятся, кто и когда от кого отделился. Как старостильные греки, как староверы, буквально в бракобействе и злобе захлебнулись против всех исповедующих Святую Троицу, но кто не с ними. А сами для старобрядцев являются теми же новобрядцами, что и пресловутые Никоньяни. Получай на днях брошюрку в 43 страницы «Православная церковь» и «Лжецеркви». Страшно делается за автора, за его слушателей. В какую тьму и в какие завалы вовлекает он души, не привязанные к Библии. Иеремия 2, 13 «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы и разбитые, которые не могут держать воды». Как грубо насмеялся сатана над бессмертными душами, увлекших мусорное веяние времени, поиск врагов, определение чистоты веры по своей мерке. Все погрязло в нетерпимости иного взгляда и мнения, даже и не связанного со Словом Божиим. А слово «нетерпимость» вообще отсутствует в Библии, и не случайно, его просто не было. А 1881 раз в полной Библии встречается слово «если». И это говорит о том, что вполне допустимы где-то разные вариации, разномыслие. 1 Коринфянам 11 «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, чтобы открылись между вами искусные». Если чего нет в Библии и о том не рассуждать, то многое уже сегодня освободит ум от превозношения одного знатока канона и мнения смертных перед другими знатоками уставов. Если бы эти старостильные крохоборы и ловцы чужих блох заучили наизусть хотя бы вот это одно из речения пророка древности и потом повторяли бы его перед каждой молитвой, то, может быть, прояснились бы их обращенные души. Они бы увидели, что давно впали в ересь нелюбий к Слову Божию и в нелюбий ко Христу, засохли давным-давно. Исайя 28,10,13 «Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного, зато лепещущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, «Вот покой, дайте покой утвержденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать». Не хотели слушать, причина в том, почему не понимаете речи мои, потому что не хотите. Речи Христа не понимали. Ну, как можно, когда Бог пришел, воплотился, ничего подобного. И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и упадут в сеть, и будут уловлены. И эти, зачумленные, своей мнимой правотой, мнимой близостью к Богу, через борцов с ересями, со своими изысканиями, своей исключительностью, со своими расследованиями того, кто и когда не степа молился, подпадут под клятву Давида. Солом 63, 7, 11. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, всевидящие их удалятся от них, и убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе, и будет уповать на него, и похвалится все правой сердцем. Вот как эти слова-то выходили у них, и как они свободно ими манипулировали. Дальше. В деревне в праздник под окном помечащих хором народ толпился. На белку в колесе зевал он и дивился. Вблизи с березой ей дивился тоже дрозд. Так бегала она, что лапки лишь мелькали, и раздувался пышный хвост. Землячка старая спросил тот дрозд. Нельзя ли сказать, что делаешь ты здесь? Ох, милый друг, тружусь день весь. Я по делам гонцу у барина большого, но некогда ни пить, ни есть, ни даже духу перевесть. И белка в колесе бежать опустилась снова. Да, улетая дро сказал, то ясно мне, что ты бежишь, а все на том же ты окне. Посмотришь на дельца иного, хлопочет, мечется, ему удивятся все, он кажется из кожи рвется, да только все вперед не подается, как белка в колесе. Снова Иван Крылов. Так, и о чем? 1832 год. То есть он умер на 5 лет раньше Пушкина. Они вместе нарисованы где-то. Ну почти как Серафим Саровский. Так, теперь, а о чем? Ну почему друг друга придают анафему там все? По-моему, маленько не так. Давай-ка глянем и закроем. Так. Единомыслие вот так. Так. Церковь. Почему нет единомыслия? Ну все, заканчиваем. Покажи, поглядя. Есть у нас последний эпиграф. Все. Благодарю. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу.